Фаина Исмаилова приехала в Самарскую область из Башкортостана. Там она находилась около шести месяцев, гостила у тети. Из-за существующих ограничений женщина не смогла вернуться на родину в Ташкент. Планировала задержаться лишь на две недели, но коронавирус спутал все планы. Сейчас она находится в лагере и надеется уехать в Узбекистан на поезде. Женщина признается, в лагере ее приняли как родную. Большое спасибо всем органам власти. МВД, МЧС, полиция, ОМОН, противопожарная безопасность, потом казачество. Круглосуточно помогает вода, питьевая, умываться, хлеб бесплатный, питание. В общем все условия создали для нормальной жизни. Большое-большое спасибо. Застрял в Самарской области и Данияр Икрамов. Молодой человек приехал в Кенель на поезде из Рязани и тоже планирует вернуться в Узбекистан. Мы ждем, может быть поезд. И просим, конечно, президента России Владимира Владимира Путина, чтобы нам оказали помощь, чтобы открыть нам дорогу. И мы побыстрее уехали. В палаточном лагере есть все необходимое для нормальной жизни. Иностранцев кормят три раза в день и оказывают им медицинскую помощь. Здесь, в нескольких километрах от Кенеля, круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств, врачи и пожарные. В поле установили 40 больших и 100 маленьких палаток. Обстановка спокойная, люди не конфликтуют. Их должны отправить домой на поезде в ближайшие дни. Свет от генераторов бензиновых. Производится подвоз воды. Бесплатное обеспечение едой. Похожая ситуация уже происходила в Самарской области в мае. Тогда из-за недостоверной информации об открытии границ с Казахстаном, которая попала в интернет, в регион приехали тысячи мигрантов со всей страны. Они жили в полевом лагере в районе Большой Черниговки. Тогда иностранцев отправили в Узбекистан на автобусах. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.